МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем привет! Меня зовут Полина. Я пришла сюда, чтобы встретить мудрого, надежного и воспитанного молодого человека. А помогут мне в этом мои подруги Екатерина и Дарья. Полина, 24 года. Устроила возлюбленному романтическое свидание, а он купил ей обратный билет и попросил освободить квартиру. Полина – менеджер в туристической компании. Признается, что громко разговаривает во сне и жестикулирует. Полина боится темноты, зато любит скорость. Мечтает прыгнуть вниз головой с водопада Виктории. Каждое утро читает свой гороскоп, а также приседает три раза в день по 40 раз. Полина избегает самовлюбленных красавцев, готова отдать свое сердце эрудированному, надежному молодому человеку с богатым внутренним миром и приятным парфюмом. Здравствуйте. Здравствуйте. Я прямо испугалась. Я думала, у вас правдочная татуировка в виде пистолета. Да, у меня несколько татуировок. Ой, а покажите. А что там у вас написано на руке? У меня написано «богиня». Говорят, что о человеке нельзя говорить «богиня», то есть это считается, ну, поскольку уже мы об этом можем говорить, то есть это считается нехорошо. Некий грех. А пистолет где? Пистолет. А зачем? За правдочный. Вы знаете, я знала, что вы мне зададите этот вопрос, я очень переживала по этому поводу. Ну, вот так. Я была молодая, глупая. Мне понравился пистолет у нее здесь. Думаю, что опасная, короче. Опасная женщина. Я таких люблю. Полиночка, 24 года, прекрасный возраст. Вот, глядя на вашу фотографию, прямо девочка-дюймовочка, залюбленная. А вообще, давайте о вашей семье поговорим. Я родилась в семье военных. Родилась я в городе Нижний Новгород. Мама с папой у меня учились... Вот откуда такие красавицы голубоглазые. Да, мама с папой у меня учились в одном классе. Вот. В детстве они совершенно не ладили, сидели за одной партой, дрались. Вот. Но потом в более старшем возрасте, в 17 лет, они встретились на какой-то дискотеке. Вот. И поняли, что не могут жить друг без друга. Сколько детей в семье? Двое. Я и моя сестра. Сестра младшая на 5 лет. Вы были счастливы в детстве? Вы знаете, не могу сказать, что я была счастлива. На самом деле, была очень забитым и зажатым ребенком. Почему? Вот. Мой папа любил выпить. Вот. И, естественно, вечерами, приходя пьяным, он любил поднять руку на мою маму. Ну, и мне попадало, потому что... Вы заступались? Я не то что заступалась. Вы знаете, я не могла понять... Мой детский мозг не мог понять вообще, как так. Как мужчина бьет женщину. Вы считаете, это нормально вообще, когда детей бьют? Детей надо выпаривать. Спасибо, моя дедушка. Тебя пороли? Ну, бывало. А почему мама не защитила вас с сестрой? Я не знаю. Почему? Моя мама сама тоже иногда принимала на меня руку. И начальник... А когда выросли, не задавали вопрос ей? За что вам все это было с детства? Все эти разговоры, они заканчивались ничем. Мама уходила, обижалась на меня. И, ну, я решила, что просто не стоит вообще заводить эти разговоры. Руслан, тебя пугает открытость этой девушки? Ну, тут какая-то двойственность, на самом деле. То, что она так может открыто рассказывать о своем прошлом, а говорить о том, что ее били пароли, и при этом как-то не очень эмоционально... Это не вещество, и уже как бы, ну, уже неважно все это прошлое, и поэтому она так рассказывает свободно. Сейчас отец не пьет? Сейчас нет. Спасибо, папа, что ты не пьешь. Я тебя очень люблю за это. Да, они вместе, и, знаете, жизнь налаживается. Вы живете не вместе, я надеюсь? Нет, мы живем не вместе. Я очень рано ушла из дома. Еще бы. Для того, чтобы просто, ну, не видеть всего этого. Для того, чтобы, ну, уйти от проблем, уйти от вечного. Образование не получили? Получила. Как же, а что? Какое у вас образование? Закончила институт сервиса экономики по профессии менеджер в туризме. То есть я занимаюсь... Родители помогали? Нет. А кто помогал? Вот тот самый молодой человек, который у вас... Я сама себе помогала. Я работаю 16 лет, работала много где. Начала работать уборщицей в салоне красоты. Вот, для того, чтобы ходить в солярий, вот. Ну, ваша землячка работала на базаре, Наташа Водянова, поэтому... Вот, вы знаете, всегда очень этого стыдилось. Мне было очень обидно и завидно, что кому-то дают деньги, а мне их не дают. Даже на конфетки. Кого-то балует, кого-то вывозят отдыхать, а кто-то занят своими собственными страстишками, выяснениями, отношениями, своей любовью. Скажите, а девочка, сестра ваша, ей сейчас сколько, 18? 19. 19. Она с родителями? Да, живет с родителями. У сестры все отлично, все хорошо, она учится в институте. Мама с папой уже к этому времени поняли. Они уже на вас натренировались? Да, они уже на мне натренировались. И деньги дают, да? Деньги дают. А вам помогают? Ну, в 24 года уже она сама должна помогать. Ну, иногда помогают, но, вы знаете, я сама в состоянии... Полиночка, вот тот мужчина, который вас пригрел, не хочется сказать. Пригрел, да, он меня пригрел. Спасибо ему огромное за это. А он был откуда? Из Москвы. И он вас пригласил сюда жить, да, в Москву? Ну, это было не сразу, это было через год примерно. Вот, я на самом деле не хотела ехать, но так как я очень привязываюсь к людям... Да, миленькая, в вашем положении вы бы хоть куда поехали? Ну, не знаю. А что, был особый выбор. А потом тот, кто приласкал, того и любите, естественно. А он был старше вас? На два года. То есть практически, да, практически мой ровесник. А где познакомились? Познакомились в интернете. О, вот, а наш сайт знакомств под брендом. Давай поженимся, будет вот такой вот. И не будет вот таких вот вариантов, как у вас. Полиночка, вы к нему переехали, продолжали учиться заочно, да? Нет, я уже закончила к этому времени институт и была полностью свободна. Скажите, милая, он же взял, наверное, на себя основные заботы, да, и содержал вас. Знаете, так как я постоянно работала до своего молодого человека, не могла себе позволить отдыхать, приехав сюда, естественно, я расслабилась. Естественно, мне хотелось и погулять, и, ну, и просто отдохнуть. Вот, полгода, полгода я не работала. Была такая возможность. С раннего детства за всю жизнь отдохнули. А на чьи денежки отдыхали? Да, отдохнула так, что мой молодой человек купил мне обратный билет. А как это произошло? Вот все было у вас хорошо? Или вы как-то с цепи сорвались, во все тяжкие пустились? Нет, не могу себе позволить. А я бы вас даже за это не осудила. Я вообще склоняюсь не особо верить в эту ситуацию девушкам с такой внешностью. Я проводила с ними очень много времени, я гуляла, да, потому что по опыту. По опыту знаю, скорее всего, она недоговаривает очень многого. Наверное, он просто устал от того, что я ничего не делаю, вот. Ну, готовили, наверное, стирали, убирались. Нет, ну, естественно, естественно. Но он хотел, чтобы я занялась каким-то делом, чтобы я пошла работать. Я сама этого очень хотела. Но, вы знаете, у меня был такой реабилитационный период, когда я не понимала... Затянувшись? Затянувшись, да. Я не понимала, чем мне заняться. Я чувствовала себя очень уверенно. Конечно, а тут какие-никакие деньги, свобода. И поэтому хотелось всего и сразу. Вы знаете, вы как щенок, которого выпустили на волю, и вот он бежит в одну сторону, в другую, в лужу. Начинает хватать все, что попало. Да, да, наверное, так оно и было. Вы в этом не виноваты. Я виновата полностью. А у молодого человека... Вы в этом не виноваты. А у молодого человека не хватило терпения, мудрости и просто возраста. А когда молодой человек вот в такой форме вам объявила, вы там какое-то бельецо красивое прикупили, да? Ну, читавших с этих дешевых журналов, что именно так нужно встречать мужчину. То есть не рассказывала, как вы интересно провели день, что-то ему такое для головы, для сердца. Вы решили, что вот нужно как... Надо удивить. Да, да, да. Вот, приготовила ужин. Хотела одеть белье, но до белья уже не дошло. Красивое. Вот, и мы сидели с ним за столом, и он мне сказал, Полина, нам нужно поговорить. Вот. Больше мы не будем с тобой общаться. Собирай чемодан и уматывай. Но я позвонила своим подругам. Они приехали и забрали меня. Он вам дал денег, да, на первое время, чтобы вы не скитались? Ну, это было не сразу. А сколько дал-то? 50 тысяч. Ну, вообще, мне кажется... И так хорошо зарабатывал он-то. Да, неплохо. Просто он, наверное, был неплохим человеком. Да, он был отличным человеком, и он таким и является. Ну, я так понимаю, это была первая любовь. Ну, достаточно сильно, да, поэтому такие чувства. Я, допустим, тоже о Жене вспоминаю, как бы иногда до сих пор. Я тоже приехала в Питер, совсем молодой, я тоже не понимала, как правильно, как неправильно. И меня тоже бросали. Потому что... Это опыт. Потому что нас, мамы, не научили. Да. Как выстраиваете отношения. Это же кружева. Это же институт взаимоотношений, самый сложный. А нас не научили. Вы знаете, вот это моя мечта, чтобы когда-нибудь, кто-нибудь, все-таки в нашей стране создал такую школу, может быть, институт благородных девиц. Нет, эта страна называется мамы. Мамы. Я вот прочитала столько фобий. Вы боитесь темноты. То есть спите вы со светом? Ну, либо с телевизором, да, либо включаю. Ага. А потом, значит, вы еще и разговариваете во сне, то есть в лунате. Бывают. А ходите? Вы знаете, не замечала за собой, но бывают такие моменты, когда я просыпаюсь в совершенно плохом месте. А зачем вы головой вниз хотите с этого... Прыгнуть? Да. С водопада Виктория? С водопада-то. Ну, мне кажется, это новое ощущение. Я люблю все экстремальное. Мне это в кайф. Ты знаешь, я бы купил ей прыжок с тарзанки, сейчас в Москве нельзя, а в Подмосковье можно. И сбросил бы ее, но сам бы снял снизу. Я вам желаю встретить мужчину, который будет не зависеть от социума, от мнения родителей, то есть он должен быть взрослый, не ровесник, которому скажешь, ты с ума что ли сошел, ты кого к нам привел? Кто у нее родители? А что за ней есть? Нет? Ну, послушай, ну, сыночек, у тебя вся жизнь впереди. Ну, давай все-таки какая-то Полечка хорошая девочка. Что у нее там на руках? Боже, а ты руки ее видел? Нет. Взрослый мужчина, который уже состоялся, который полюбит, но ему будет все равно, он будет настолько высоко. Он будет стоять, что ему будет наплевать на мое мнение, на мнение Розы, своих родителей и так далее. Взрослый мужчина, хорошо, чтобы тоже прошел огонь и воду. Тогда оценит, тогда пожалеет. Но и вы, милая, в свою очередь, благодарность никто не отменял. Красивых девчонок много. Каждый день приезжают сюда паровозами, самолетами, вертолетами. Поэтому, понимаете, конкуренция огромная, да? Вот, поэтому можно и на жалостливого маньяка напороться, и на еще одного урода. Поэтому включайте мозги, дорогая моя. Перестаньте читать глянец. Вообще не читаю глянец. С советами, да? И поверьте мне, что не всем мужчинам, когда они обидуют, хочется смотреть на женщину, которая показывает им купленное нижнее белье. Все это позавчерашний день. Все, конец 90-м. Сегодня ценится ум, образование, умение вести себя в обществе, быть приятной собеседницей, быть любопытной умницей и так далее. Сегодня хотят мужчины, заработающие, вкладывать в перспективу. А перспектива что? Какая вы будете мать? То есть он, выбирая вас, что вы можете дать детям? Поэтому давайте взрослый, самостоятельный, но и вы тоже уже как-то его очаруете, блесните. Хорошо, спасибо. Что бы мы сейчас вам не посоветовали, вы все равно сделаете по-своему. Потому что водолей еще и с огненной луной всегда сделает по-своему, как не советует. Даже иногда вопреки своему собственному здравому смыслу. Все замечательно о том, о чем говорили мои коллеги, я бы добавила еще вот что. Вы иногда бываете в отношениях очень напористые. А эта самая огненная луна, она дает, с одной стороны, некоторое стеснение в том, чтобы выражаться открыто. С другой стороны, вы редко по-настоящему слышите окружающих. Знаете, как молодой юный Тетерев на такую-такую-такую для своей подруги. Охотник подкрадывается, и все, и смерть тому Тетереву. Потому что он просто не слышал, он ничего не слышал вообще вокруг себя, даже жизненно важных моментов. Будьте внимательны. Будьте пытливы. Пытайтесь видеть не только то, что лежит на поверхности, но то, что скрыто за словами. Иногда человек говорит с двойным дном. И если мы развиты, вот уровень развития человека отражает понимание вот этого двойного дна в словах. Тонких каких-то эмоций. Будьте чувствительны к тому, что неявно. Я бы сказала так. Ты сейчас сама с собой разговариваешь, у меня такое ощущение. Нет, это залог успеха абсолютной для Полины. Потому что если вы будете буквальны, то с мужчиной вам будет очень тяжело удержаться вместе. Поэтому вы должны слышать не эту правду, которая говорится между строк. АПЛОДИСМЕНТЫ После рекламы у нашей невесты состоится первое свидание. Не пропустите. Вы смотрите «Давай поженимся» у нас в студии Полина. Встречайте первого жениха. Удачи. Спасибо. Ты такая удивительная. Почаще улыбайся. Спасибо большое. Мне очень приятно. АПЛОДИСМЕНТЫ Ей он не понравился. Принц с цветами приходит зато. Взгляд видела? Здравствуйте, Сереж, с кем вы? Здравствуйте. Это мой друг Игорь. Давайте на вас посмотрим. Сергей. 26 лет. Владелец своего бизнеса по установке антенн. Признается, что ему не хватает адреналина, поэтому он часто совершает безумные поступки. Предупреждает, что он всегда говорит правду. Мечтает уйти на три месяца один в поход в Карелию. Встречался с девушкой-экстрасенсом. Запретил ей колдовать в квартире, зато потакал всем ее капризом. Но спасти отношения не удалось. Надеется, что Полина окажется его суженной. Боже мой, вам только адреналина не хватает. Я смотрю и вам, и вот Визави. Тоже хочется какого-то водопада вниз головой. А безумные поступки-то какие совершаете? Скажем так, я лазаю по опасным зданиям, заброшенным, играю в различные... Спорточник? Да, можно. Устанавливаем антенны. Скажем так... Ну и за одну пару антенн можно установить. Под прикрытием называется. Не буду произносить название игр, но есть различные проекты, которые, скажем так, создают специальные игры, где тренируешь свою, скажем так, логику, мыслительный процесс и, скажем так, физическую подготовку, потому что там спортивный... Страховывают вообще? Нет. Страховка и не жалко. Мне кажется, это дорогое удовольствие. Ну, не совсем. Не нас... Это может себе каждый позволить, потому что, скажем так, там люди собираются с общими интересами, абсолютно с разными заработками, и самое главное, что там все равно. Сереж, вот я знаю, что вы всегда говорите правду, даже если вас об этом не просят. Да. То есть даже если вас возлюбленная спросит, любимый, я толстая, вы скажете, конечно. Да, да, я именно так и скажу. Это супер, это отлично. И помотала головой. Супер. Нет, серьезно. Ты психолог. Да? Ощадить чувства. Ну, вот и познакомились с вами. Я не вижу смысла говорить, ну, неправду, скажем так, потому что ложь, она какая бы она ни была, она все равно... Ощадить чувства того, кого любишь. На мой взгляд, жалость это самое плохое качество, которое... А вам можно правду говорить? Конечно. А если, допустим, вам жена скажет, ну, Сереж, к врачу бы надо сходить-то, что-то у тебя проблемы. Так. Вас это не обидит? Ну, абсолютно нет, потому что, на мой взгляд, в отношениях, да, любые проблемы надо решать диалогом. Ну, сексуальную характеру. Ну, вообще, РОС, это тот самый случай, когда жене лучше сказать прямо, если она хочет быть счастливой женщиной. Да? Да. А ваши родители тоже такие прямолинейные? Да. То есть, вот они, когда невестка придет, говорят, нет, Вася, не наша. Ну, в принципе, так и да, есть. Скажите, а вот эта экстрасенс девушка, откуда она нарисовалась в вашей судьбе? Она как раз училась с Игорем, скажем так, в высшее образование, получала в одной группе вместе. Вот, учились они там на психологов. И, соответственно, с моментом каким-то определенным мы и познакомились. Угу. И вы ее к себе привели, а семья у вас религиозная, она поставила там всякие куриные лапки, красивые хвости. Нет, тут вы абсолютно не правы. Суть в следующем, то есть, как бы она изначально приехала в Москву, и она в Москве снимала квартиру. А откуда она приехала? В Челябинском. Ну, тогда только экстрасенсом можно выжить в Москве. Гадаю, снимаю, порчу, приворот. Ну, как-то знаю. Бездельница необразованная, поэтому это же не проверишь никогда. Ну, на самом деле... Через 40 лет, Роза, замуж выйдешь. Сереж, а чей-то она вас на 20 килограмм поправила, Сереж? Как бы в три горла ездила. С Челябинского приехала, дорогая. Это хороший вопрос, я ждал его на самом деле. Суть в следующем. Я, в принципе, для нее ничего не жалел. То есть, ну, что она хотела, то как бы получала в силу моих возможностей. Ты готов выполнять все прихоти женщин свои? Ни в коем разе. Потому что женщины, как правило, не все свои желания контролируют. А как ты их будешь пофильтровать? Через один? Ну, соответственно, так как у нее деятельность той, которой она занималась, она мне абсолютно не нравилась. А приходили в дом-то клиенты? Когда мы жили сначала у нее, в ее съемной квартире, туда, конечно, приходили. В мой дом нет. А доходами делилась она с вами, нет? Мне неинтересны доходы, девушки. А все-таки что произошло, что вы заставили ее перестать заниматься колдовством, мягко сказано? Ну, банально, я сказал, что я не хочу это терпеть в своем доме, и все. Деятельность, я ее ограничил, соответственно, она не работала, она сидела дома. Зато у вас-то какой пер пошел вдруг в бизнесе. И вы же все думали, что это ее вот этими. А запросто, зато вся ее энергия направилась на его бизнес. Может быть. Она чем делала, подумала. Да, конечно, дома она готовила, убиралась, конечно. А мама как вообще так напрямую, как будущая свекровь-то? Ну, скажем так, они общались нормально, вот. Но, как бы, мама мне всегда бывала при удобном моменте под началу, говорила, что навряд ли это твое будущее. Вы себе купили квартиру в кредит с дальним прицелом? Думаю, что будете с ней жить когда-нибудь, или... Чтобы деньги на ней не растратила. На самом деле, чтобы она вещи тратила. А свои она вкладывала деньги в кредит? Нет, я на самом деле ей не говорил, что я иду покупать квартиру. Я это делал тайно, потому что наши отношения на тот момент уже приходили к концу, и это было видно. И мама сказала, да не будь дураком-то. Хватит тратить деньги. Да не брать дураком-то, кто она? Она у тебя еще таких будет колдуньей, знаешь, сколько? Обычный парень. Конкуренции я здесь никакой не чувствую вообще, в принципе. Если ты не чувствуешь конкуренции, значит, у тебя нет никакого притяжения. А какое у меня, может быть, притяжение к девушке, которую я только что увидел? Вы москвич? Нет, в Подмосковье живем. Как вы думаете, родители обрадуются такой невестке, как Полина? Я хозяйственная. Или скажи, да что ж ты, господи, то одно, теперь что у нее там какие-то... Нет, скорее всего... Смотря, я думаю, как она себя проявит, покажет... Нужно себя проявить и показать, чтобы понравиться родителям. Я думаю, что надо быть просто естественной. Мне очень приятно, что вы руководствуетесь своими собственными мозгами. Вы достаточно взрослый мужчина. Мне не нравятся сегодняшние мальчики в 26 и в 36. Вы мужчина. Здорово. У вас есть этот опыт. Это неплохо. Вы не наделаете следующих ошибок. Поэтому вот это дитё, которое уже сполна получило, оно должно быть счастливым. И если у вас есть эти силы, если желание осчастливить, попробуйте, вам воздастся. А сейчас сюрприз покажите, пожалуйста. Да, да. Так как мы, скажем так, любим экстрим, экстрим, и, соответственно, я хотел бы подарить здесь подарочный сертификат на полёт в аэродинамической трубе. Я думаю, это должно очень понравиться. Ребенки, пожалуйста. Рот только пластырем заклейте. Спасибо тебе большое. Да, всё, проходите в свою комнату. Она милая, хорошая. Чувствуется ребёнок. Девчонки, вам понравился Сергей? По рассказу, потому что он говорит, похоже на того мужчину, который действительно мог бы создать рядом с Полиной семью. А получится или нет, это только время покажет. Полиночка, а вам как, дорогая? Знаете, мне понравился молодой человек, но я не могу так сразу сказать, что это мой человек. Да, но вы сразу можете сказать, что не мой человек. Его сюрприз, подарок, он понравился? Да, мне очень понравился. А вот мне кажется, что было бы приятнее получить куда-нибудь сертификат в какой-нибудь салон красоты, например. Билеты в театр. Да. Билеты в театр. Что вы в той трубе забыли? Ну, вы знаете, я никогда в ней не была, и это интересно. Роза, как тебе жених? Я считаю, Сережу надо брать. Мне что, вот мне понравилось, что обеспеченный, все есть, квартиру даже уже купил. Вы любом, как говорится, будете рады. Но самое главное, все-таки прислушиваться к родителям. Поэтому очень рекомендую произвести на него впечатление. Свекровь, будучи сразу мамой, вы это умеете делать. Прямо вот тепленькой войдете просто. Вот меня всему свекровь научила. И отогрела, и отлюбила. И мамой я ее с большим удовольствием называла. Поэтому вливайтесь, хорошая семья. И пацан неплохой. Меня другое смутило. Сергей мечтает уйти в поход один в Карелию на три месяца. Вы знаете, тоже очень смутило. Представляете, вот мы поженились, а беременности уже шесть месяцев, и он в это время на три месяца уходит. Не очень хорошо. Да пусть ходит, там свекровь есть, поможет, чего. Во-первых, я не понимаю, что делать три месяца одному. Куда он пойдет? Фантазии одни. Очень странно. Я думаю, что да, это просто фантазия. Он неплохой парень, но только телец, еще и с дополнительно выраженным знаком рыбы, может опуститься до дна в любой ситуации, дойти вот просто до ручки, до точки. Поэтому ему с его девушкой тоже нужно было хлебнуть до конца. Терпел. Терпел все, что его не устраивало. И мне кажется, что для семейной жизни замечательное качество. То есть его упорство и упертость обратились в правильном направлении. Я думаю, что он чуточку простоват для вас, или мог показаться таким. Но в общем, вы неплохая пара. Поэтому могу рекомендовать. Давай поженимся теперь в вашу мобильную. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. А пока идет реклама, второй жених подготовится к свиданию с нашей невестой. Оставайтесь с нами. Махеев, я думаю о том, что ты ешь. В эфире «Давай поженимся» у нас в студии Полина. Встречайтесь со вторым женихом. Удачи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуй. Меня зовут Женя. Я хочу, чтобы ты сегодня была действительно искренней. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. С кем вы? Я пришел со своей подругой Леной. Мы знаем друг друга буквально с детства. У нас мы работали вместе отцы. Мы работали сами вместе. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 РАНО ДРУГ ДРУГУ ЗАЛАТАВАТЬ Он не может забыть первую жену, и теперь ему нужна новая девушка для того, чтобы забыть первую жену. Но это бред. Нельзя ничего нового построить, пока прошлое не закончилось. А вы когда приехали из Красноярска с женой? Я живу здесь уже год, и где-то вот эти изменения с моей женой произошли через полгода примерно. А от чего ей снесло крышу-то? До последнего момента, до определенного момента даже не было никаких подозрений. Женщик, вы же у себя в городе были звездой, я так понимаю, работали на центральном. Я звезда, как тяжело быть звездой. Я слышал эту песню. А зря. А что за программу вы вели? У меня была авторская программа «Развлечение», где я общался со звездами, освещал различные вечеринки. Вот такого плана. Ну ясно. Светский хроникер. Ну что-то вроде этого. А она чем занималась? Она занималась на тот момент, когда мы познакомились, она еще училась, как он называется, не помню точно, в ВУЗ, питерский авиационный. И на данный момент она работает авиакассиром. Чтобы работать авиакассиром, нужно закончить ВУЗ, потому что это сложная профессия. И вы сели с женой переговорили, что вы давно уже выросли из телевизионного формата города Красноярска, вам нужно переезжать в Москву. Да, на самом деле у меня было три цели в городе Красноярске. Это, значит, купить квартиру, жениться и переехать в Москву. То есть это было давно запланировано. Так случилось, что и... А купить квартиру почему в Красноярске, в Москве? Ну потому что многие переезжающие в Москву, вот коллеги мои, отработав здесь много лет, не заработав ни здесь квартиры, возвращаются обратно в никуда. А там ничего нет и уже пошли. Да, наверное, база. А здесь у меня есть фундамент, по крайней мере, я ее сдаю в аренду. Правильно, мосты никто не сжигает. Вот вы приехали в Москву, и на какой день ее понесло-то? Вы знаете, сначала был процесс, когда мы устраивались работать. У меня заказы, конечно же, пошли сразу, поскольку ведущая там свадьба, востребованная профессия. А у нее никто билеты не хотел покупать? Да, для того, чтобы устроиться хотя бы работать в какой-то авиакомпании, нужно пересмотреть несколько вариантов. И где-то полгода она не работала. И вы знаете, все вроде бы как-то было в порядке. А чем она развлекала себя? Как она досуг свой проводила? Развлечений как таковых особо не было, потому что мы старались есть гречку, чтобы сэкономить средства. Гречка это вкусно? Да, да, и я, кстати, ее до сих пор ем. А откуда у нее вдруг такие запросы, яхты, пароходы, заводы, самолеты? Как случилось? Вот, представляете, жена, да, говорит тебе, я тебя люблю, подписывает открытки, любимый муж на день рождения, и через месяц она тебе говорит, я тебя разлюбила. То есть, когда она уже устроилась на работу конкретно, выбрала авиакомпанию, прошло буквально две заработных платы, и она стала себя вести, ну, как будто бы я ей изменяю. Знаете, такое поведение, что нельзя не почувствовать. И я посадил ее на разговор, и в этом разговоре она говорит, я тебя разлюбила. Вот тебе надо. Ну, хорошо, вот она вам сказала, я тебя ухачиваю. И вы что стали делать, ваши действия? Я сказал, ну, раз разлюбила, тогда скатертью дорога, и она два дня где-то гуляла. С чемоданом гуляла? Да, с чемоданом. Надо обсуждениями все решать, а не просто выгнуть. Она два дня погуляла, но не выдержал я. Я позвонил ей, она через два дня поняла, что у нее нет возможности сесть здесь и вернулась обратно. Жень, сколько вы в общей сложности с ней прожили? Четыре года. Почему ребенка не родили? Не входил в планы ваши? Я готов. К сожалению, я так настроен, что я не буду заставлять девушку рожать ребенка. Когда она сама решит, чтобы это не было так, я вот родила, и лучшие годы жизни, мне вот это не нужно. А вам-то он нужен. Мне нужен, я хочу ребенка уже давно. Вы озвучивали ей свое желание родить ребенка? Мужчина ребенка должен попросить. Да, я это желание ей озвучивал, и она сказала годика через два. А, кстати, квартира на кого записанная? На вас или на нее? Ну, квартира куплена до того, как мы поженились. Правильно. Значит, она вообще без скала, без двора, и он куда-то сиганул в 3-4 года в Москву. А что она такую сделала в жизни, чтобы быть скалом и с двором? В 26 лет дальше замужем. Ну, квартиру она не получила. Здесь, извините, ничего нет. И что за мужик такой вообще? Я считаю, что с моей профессией здесь самое место. Да? Ой, у меня все получается. А детей на что будет? У вас съемная квартира, зарплата у вас как потопаешь, так и полопаешь. То густо, то пусто. Да? Не правда. А куда мы вот такую красоту приведем? И на самом деле об этом я тоже подумал. Я, приехав в Москву, все еще думаю, а хочу ли я здесь остаться? Вот купить квартиру я смогу, поверите. Иногда мне нравится ее подход. В розы? Нет, она здраво, да, здраво. Она прям так, прессует конкретно. Скажите сюрприз. Представь себе, что мы с тобой уже вместе. И вот мы выезжаем на природу, а там негде покушать, нет ни одного фастфуда. Я хочу узнать, как хорошо ты чистишь картошку. Не проблема. И дело не в том, что ты умеешь ее чистить, я знаю. Дело в том, что если я чищу ее быстрее, чем ты, значит мы всю жизнь будем кушать суши. Вот так. Держи, это тебе. Здорово. Раз, два, три. Раз, два, три, поехали. Давайте время, подождите, погодьте. А мы этого не знали. Давайте я минуту вам даю. Так, приготовились, внимание, на старт, марш! У меня такой мужской нож хороший. Да это бредовый какой-то конкурс, чтобы быстрее картошку почистить. Мне кажется, я выиграла. Она выиграла по чистоте исполнения. По скорости чуть-чуть. А в чем сюрприз-то? Да, заключался в том, чтобы она картошку почистила и посмотреть, как она чистит ее. Спасибо, мой дорогой. Я желаю вам счастья. Проходите в свою комнату. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Как вот повеселились. Что скажете, девочки? Мне понравилось Евгений. Мне понравилось то, что он уверенный в себя. А мне, наоборот, показалось, что он очень стесняется и постоянно краснеет. Это единственное, что у вас так, да, напрягло? Ну, это немножечко смутило, а так, в принципе, Евгений мне понравился, да. А вам как, Полин? Вы знаете, не ёкнуло. Не моё это. Не могу сказать... Потому что из Красноярска? Нет, не потому что из Красноярска. Просто... Полиночка, я вам столько комплиментов наговорила в самом начале программы, да? Но у меня столько же к вам... Ну, нет, не претензий, бы уже избавить. У вас будут проблемы с мужчинами. Да. Возможно. Не каждый мужчина согласится с вами связать судьбу. Во-первых, вы разрисованы. Сегодня 99 мужчин, которые приходят, они говорят, Главное, чтобы не было татуировок, пирсинг. Не все хотят девушек с улицей. Не все, но я встречу такого, которому это будет не важно. Да, вот, пожалуйста, вот за вас пришёл прекрасно Евгений бороться. Вот вы его встретили уже. Вот, на мой счёт, он замечательнейший человек. Вот просто замечательный. Открытый, образованный. Знаете, возможно, я опрометчиво сказала, что он мне не подходит. Возможно, нужно пообщаться. А что вы от всего отказываетесь-то? Извините, с голодухи-то? Хочешь прям сразу кидаться-то на всё. А потом, что же это, не цветочек тебе, ничего, купец называет. Да ещё картошку нас заставил чистить. Это что же она, золушка тебе, что ли? На самом деле, я считаю, что для того предательства и для той очень неприятной ситуации, которую устроила ему жена, он был сейчас настолько толерантен, рассказывая об этом, и настолько спокоен, и он человек очень обидчивый, поверьте мне, и ревнивый, и очень сложный. Он даже мускул ни один не дрогнул, я специально наблюдала. То есть, в общем, либо эта боль уже правильно прожита, переработана, хотя всего полгода прошло, на самом деле. Но нет какой-то гигантской обиды на весь женский пол, который бы его разъедало изнутри. И это правда очень много. Я считаю, что он профессионально состоятельный. Я считаю, что он в брак войдёт без детей. А поверьте мне, вы мало встретите мужчин 34-х лет, которые что-то из себя представляли бы и не имели хвостов сзади. Я предлагаю Полине встретиться с третьим женихом. Проходите. Приветствую, Ньюрида. В латинских странах не принято дарить просто букеты цветов, принято дарить некрасивые композиции цветочные. Это тебе. Интересно. Спасибо большое. Я тебе сразу сказал, когда он пришёл, что такой формат наиболее популярен у девочек её формата. Василиса, Лариса, Роза, здравствуйте. У меня есть подарки для вас. Чудесно. Вот такие милые штучки. Этот парень похож на Клабера. Рождественские кролики с корзиночкой. С кем вы, Русланчик? Мои друзья Данила и Эльдар. Очень приятно. Здравствуйте. Давайте на вас посмотрим. Руслан. 24 года. Работает диджеем, пишет музыку, занимается в спортзале. Гордится тем, что сам заработал на автомобиль. Признаётся, что любит шутить над людьми. Строгому порядку Руслан предпочитает лёгкий хаос. Расстался с девушкой, потому что та его не поддерживала и обижалась при каждом удобном случае. Надеется, что Полина не будет капризничать. Руслан, ваша девушка вас не поддержала. В чём? Ну, она часто это делала. Она, на самом деле, не поддерживала во многих вещах. Начиная даже от моего творчества. То есть я начал заниматься рэпом, речитативом. И тут моя девушка меня не совсем поддержала. В том плане то, что... Сказала, фигнёй страдаешь. Точно. Прям дословно, да? Прям почти вот... Правда? Да. Она говорит, ты какой-то фигнёй занимаешься, Руслан. Продолжай заниматься свадьбами. Так, я тоже работаю диджеем на мероприятиях, на праздниках. Я говорю, спасибо тебе большое, дорогая. Это очень приятно было. Что с таким человеком семьи не построить? Ну вот с мужиком, с этим, с парнем. К вопросу о автомобиле. Да, заработал. Но, по её мнению, оказалось, не тот. Не тот автомобиль купил. В 20 небольших вы купили автомобиль, и ей показалось, что не тот, но свои деньги, да? Не тот. А она что купила к этому возрасту? Не тот. А она чем гордилась? Она что могла продемонстрировать как свои достоинства? Она была оригиналкой. Свою яркую внешность, свой достаточно креативный подход к отношениям. А креатив её был в том, что она не любила красные розы, она любила синие. Она любила синие розы. С тех пор у вас осталась привычка дарить. А что, красили что ли? Синие цветочки. Или такие есть? Ну, вообще, синие розы, они крашеные, конечно. То есть, синие крашеные розы. Дурной вкус такой, могильный цвет. Ну вот любит она такой креатив. Креатив креативный. Вот они любят клаберы. Креативный, скреатив. А что ты скреативил? Это модная фишка. Она была креативной в плане отношений. То есть, она дарила мне очень милые подарки, сделанные своими руками. А, например, хотя бы один подарок? Допустим, был подарок очень оригинальный. Она купила колоду карт. И в каждой карте... Во-первых, она каждую как-то рисовала, там, стразики приклеила, красиво всё оформила. И на каждой карте написала то моё качество, за что она меня любит. Ну как-то очень креативно это было. А она сама-то из чьих будет? И откуда? Москвичка? Сама, нет, она не москвичка. Лично я её перевёз в Москву к себе из Питера. Это был достаточно смелый поступок с моей стороны. Мы познакомились с ней в интернете, в социальной сети. О, вот опять говорю, наш сайт лучше будет. Почему у меня такое ощущение, что она не выберет никого? Не факт. Она выберет этого, потому что у неё наиболее попсовая внешность. Когда она вам изрядно помотала нервы, вы ей предложили собрать свои вещи и уезжать туда, откуда приехала? Я конкретно не приглашал её вернуться туда, откуда она родом. Ну вы предложили расстаться. Просто я предложил, да, я больше не могу это терпеть, пожалуйста. Ну это же невозможно, когда пара спорит по любому поводу. Это же никакого здоровья не хватит. Совершенно верно. Но я бы сказал, для пикантности отношений немножко нужно вот этого, правильно? Немножко нужно. Немножко нужно. Но когда это по каждому, буквально практически поводу, я не говорю, прям уж... Да, вот это немножко уже задевает и наскучивает. Не знаю, я даже не вижу смысла что-либо про него говорить. Он просто тусовщик, ему нужна очередная жертва. Ветер в голове. Да, очередные новые развлечения. Вот сидит Полина перед вами. Меня смущает количество татуировок на её теле. А вы, судя по всему... А меня нет. Ой, прекрасно, всё, большой плюс. Куда ещё можно татушку лепить? Да куда угодно. Да я знаю, что куда угодно, это и пугает. Куда угодно. То есть вам это скорее нравится? Я только за, когда люди выражают себя, выражают свои мысли путём татуировки, путём... Будете продолжать? Будете ещё набивать? Нет. А вы куда приведёте нашу невестошку? В плане... Ну, квартиру у вас есть куда? Квартира... Нет, квартира в Москве есть, но я живу там с матерью. Если будут... А вы москвич? Да. Как хорошо. А какая у вас? Однокомнатная, двухкомнатная? Трёх? А братья, сестры, папа? Нет. Ой, ну тогда и приведёте, хорошая девочка, пока вы будете упражняться, ну, в своём творчестве, я имею в виду. Нужна поддержка в творчестве, это как раз. А как вас поддерживать надо? Микрофон держать или гитару? Это тоже можно. Ну, в принципе, хотелось бы, конечно, что молодец. Нет, поддержки, конечно, пойдём, вот и достаточно этого будет. Придёте уставшей с денежкой, она скажет, какой ты молодец, Русланчик. С денежкой? Конечно. То есть всё меркантильно всё-таки всё-таки? Нет, если берёте в жёны, то уже ваше увлечение должно приносить какое-то другое. Это бесспорно. Человек, который лепит такие татушки, скорее всего, не собирается менять жизненный статус. Потому что это клубные татуировки, молодёжные. Покажите по сюрпризу. Конечно. Итак, первый сюрприз – это впечатление. Насколько я знаю, ты хочешь прыгнуть с Тарзанки с водопада. Сперва надо потренироваться в Москве. Я дарю тебе прыжок с Тарзанки. Какой молодец. Бедная девочка. Кидай. Поймаешь? Да. Спасибо. А второй сюрприз – мы исполним нашу новую песню. Танец. Кто разучит движение, можете повторить вместе с нами. Мы только за. Мы лучше полюбуемся. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Совершенство, море блаженство, Будто Папа Римский, её преосвященство. Мне приоритетно, Танцы в этом этнад, Температура скачет, но незаметно. Вот только я не понял, Зачем он с тобой микрофон держит, если у него... А он, наверное, будет сейчас печь. Пара на Риба, побери же снов. Пара на Калибе, я уже готов. Пара Мартини для несквязанных слов. Пара Синьорита, рассоры вновь. Раз, из магии я, я колдун. Два, и на пляже я тебя найду. Три, я нашел себе свою звезду. Нас сопровождает океанок путь. Ну, это по-любому. Это просто тупо пиар, самореклама и всё. Спасибо, парни, спасибо. Спасибо. Ну все, проходите в свою комнату. Масаны? Не услышала я, что он хочет дальше, отношений каких, какие у него цели дальнейшие от его будущей спутницы. Сложилось впечатление, что он пришел выступить. Красавчик. Что у вас такое недоверие-то? Ну, не то чтобы недоверие, просто сложилось впечатление, что, может быть, он еще слишком молод и пришел сюда не за невестой. Почему, да? Да, у меня такое же ощущение. А подруг ей завидует. Серьезно? Знаете, Полиночка, в отличие от вас, Руслан имеет право чудить. Да. Ему не нужно корячиться, чтобы заработать себе жилплощадь. У них с мамой большая квартира. Он имеет право. Это редкие случаи. Есть люди, которые не проживают такое детство, как вот у нас, как у вас. Потому что им с рождения многое дано. Имеет право. Чем-то он вас очень сильно задел, потому что вы прям разозлились, когда он пошел на сцену. Я по-другому не могу этого назвать. Прямо вот гнев внутренний в вас вызвало что-то. Я даже не прошу, чтобы вы называли сейчас причину этого гнева. Вы себе ответьте, почему вы прямо разогневались на него. Хотя он вам говорил комплименты. А мне интересно. И татуировки устраивали его. А как Водолей Водолею? Чего там раздражало? Мне, кстати, тоже раздражало. Да. Знаете, мои первые отношения были связаны с молодым человеком, который был диджеем, который выступал в клубах, веселился, отдыхал. Все. А потому что он не надорванный, он имеет право веселиться и отдыхать. Разные детские, милая. То, что нас раздражает в других людях, которым дано просто от рождения, ну вот такая данность. Чего же ему не веселиться-то? Я понимаю, что уже та первая эмоция, которая была сейчас, ее уже ничем не перешибешь. Но все-таки его тип, его склад мужской через какое-то время будет вас очень манить. Вот если бы вы встретили его жену, 30-летнего, неважно даже, пускай он был бы диджеем и устраивал праздники или продолжал петь вот эти незамысловатые песенки, я думаю, что он вас больше бы привлек, как мужчина. Да, возможно. Знаете, меня не поразило выступление Руслана, но если ему это хочется, у него есть такая возможность, пусть поет. А если он свяжет с вами жизнь, вы, пометуя свою прошлую жизнь, будете все время говорить, как вы предыдущая девушка. Дурью маешься, займись каким-нибудь делом. Но кто-то ведь и петь должен в свое удовольствие. Да. Ему нужна поддержка. Я бы могла ему дать эту поддержку. Ему туснян уже и поддержка. Да, ему нужна туснян. Пусть погуляет. Ладно, пусть погуляет. Да, пусть погуляет. Очень скоро мы узнаем, кого из трех женихов выберет наша невеста. Не пропустите. Даша и Катя, есть мужчина, рядом с которым почувствует ваша подруга себя счастливой? Есть. Кто? Я бы, наверное, к Евгению пошла. Жень, а если все-таки она к тебе зайдет, ты выйдешь или нет? Ну, я думаю, я выйду. Я выйду. Это точное решение. А вы что скажете? А я бы к Сергею. Серег, как тебе Полина? Она хорошая, милая, но она дитя, и ее надо будет учить. Полиночка, вы прихорошенькая, и вы знаете о себе это. Также знаете, это пройдет очень быстро. К сожалению. Да, я знаю. Я уже сказала, и сзади вас уже подпирают более юные и более прелестные. Но нужно, чтобы с возрастом что-то наработалось и осталось, чтобы что-то было за этим. Вы должны быть сами по себе, вы должны состояться. Вы должны что-то в этой жизни заработать сами, чтобы не было и повторной ситуации, когда вам укажут на дверь, и вы с чемоданом пойдете ночевать к подружкам. Поэтому есть один выход, есть один вариант. Выйти замуж за хорошего парня, у которого тоже ничего нет, но который самостоятельно живет собственными мозгами, и у которого есть желание работать и зарабатывать. Мне кажется, Евгений, единственный мужчина из тех, кто сегодня боролся за вас, с которым вы начнете не совсем с нуля, но вы, вот как мне кажется, в равном положении, в равной позиции. Ни ему у вас никогда не в чем будет упрекнуть, ни вам его. Руслан, пусть еще побесится. Они спросили меня только то, что хотели бы, чтобы на фоне, допустим, вторых двух жеников я выглядел просто таким дурачком, который веселится по жизни. И не спросив ни одного вопроса про мою личную жизнь, про то, что у меня в душе. А, соответственно, они сделали выводы, что я такой хуй, москвич, у меня все есть, мне ничего не надо от жизни, мне нужна поддержка и нянька. Вот я считаю, к Сергею идите. С Евгением Николанин двора все то же самое от голода там помрете. С Русланом от его музыки, собственно говоря, потому что музыка жевать невозможно. Идите к Сергею, не прогадайте. А звезды Василиса Рассуди? Как бы мне не нравился Евгений, астрологически, конечно, это тот мужчина, который ждет иной типаж женщины. Вы из разного теста. Поэтому он прекрасный жених, но все-таки не для вас, а скорее всего сам по себе для женщин другого типа. Я за Сергея. В вашем случае из трех женихов это более правильный выбор. И, наверное, я все-таки выйду к ней, если она подойдет. Понятно. Я думаю, вы уже определились с выбором, поэтому проходите. Мы вас поддержим в любом случае. Выражайте симпатию нашим будущим героям. Отправляйте смс с их номером по телефону 4151. Антон, 29 лет, номер 2868. Пиар-менеджер. Целеустремленный, общительный и порядочный. Любит путешествовать, мечтает открыть свой бизнес, и обзавестись семьей. Ищет стройную девушку с чувством юмора, которая не умеет завидовать и ревновать. Иван, 27 лет, номер 2869. Владелец интернет-магазина, кандидат в мастера спорта по стрельбе. Хорошо готовит, любит красиво ухаживать, предупреждает, не простит обмана. Мечтает о серьезных отношениях с приятной и ухоженной девушкой, которая всегда будет честна с ним. Мы не знаем, будет Полина одна или с избранником. Я приглашаю всех выйти и поддержать ее. Привет. Привет. Сегодня у нас есть пара Полина и Сергей. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс-сминговый на номер 4151. Я Лариса Грузеева желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам. Давай, позвоните. Удачи. Все мужчины смотрят. Если хорошо двигается, значит, значит, деток будет правильно делать. Правда? Ну, конечно. Ты смотри, там Женец ожирется. Нет, я готов встречаться. Не готов сразу к серьезным отношениям. Выбрала я как раз-таки того, который меня в кинотеатр не сводил. Ну, вот не знаю, любовь зла. А ночью, я думаю, он превращался в Бэтмена и сам с собой не влазил и улетал куда-то. И от судьбы ты не уйдешь. Она светит нас случайно. Давай все. Давай свадьбу играть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова